Тот же прием граждан, только по телефону. Замглавы в течение часа общалась с жителями курорта. Из Анапской позвонили с вопросом, будет ли построена канализация в станице. У нас на территории города есть утвержденная схема водоснабжения. В этой схеме водоснабжения учитывается канализация по Анапской. Сейчас мы готовим, с 2019 года у нас работает инвест-программа, и тогда мы будем уже заниматься развитием сетей, строительством канализации. Вопрос из Джигинки об уличном освещении. Жители улицы Мира попросили вернуть им свет. Поручение Анжелика Бузунова дала тут же, во время прямой линии. Со схожей проблемой обратился житель СУКО. С конца прошлого года по улице Советской на промежутке от школы до детского лагеря «Электрон», это порядка двух с половиной километров, не горит уличное освещение. Представитель Анапских районных электросетей объяснил, не хватает заявленной мощности, нужна заявка на увеличение. Пионерский лагерь, сейчас вечером будет очень много отдыхающих, там и детей, и всех, и то, что у нас там нет уличного освещения, а это трасса, краевая, и там нет ограничения скоростного, это ненормально, что у нас нет… Это подойдет. Да, но это надо сделать, и очень быстро. Тоже нехватка мощности, но уже в системе газоснабжения. Житель поселка Уташ попросил ответить, почему ему не выдают технические условия на подключение. Добрый день, Газпром газораспределение. На сегодняшний день по ГРС Джигинка выдано и реализуются техусловия уже на 19 тысяч. То есть дополнительные техусловия до реконструкции ГРС мы выдавать не можем. В 2019 году планируется по расчетам начала реконструкции ГРС Джигинка. Дорожный вопрос прозвучал от жительницы улицы Промышленной в городе. Анжелика Бузунова рассказала, что улица Промышленная будет отремонтирована в этом году до 31 ноября. Стоимость работ только по этому объекту составит 11 миллионов рублей. Процедура определения подрядчика, который выполнит ремонт дорог в муниципалитете, уже стартовала.